наконец-то дождавшись заветных выходных выпавших на понедельник вторник мы отправились половить кижуча в усть-большерецк как обычно на гравийке все добро взятое с собой основательно улеглось и начала постукивать и побрякивать выехали мы в 6 утра из петропавловска рассвет застал нас дороги заезжая на мост реки быстрой стало видно что уровень воды очень сильно упал и что принятое решение стартовать не с косоево вас лицензионки реки начилова стоит пересмотреть так как воды в реке скорее всего нет для хода на моторе но проезжая по мосту начилова все же решили стартовать с нее заехали на территорию лицензионки начилова въезд на территорию можно осуществить с 8 утра как и покупку лицензии стоянка авто 200 рублей как мы и предполагали воды в реке было маловато для хода на моторе но обнадеживала возможность быстрого подъема вверх а после выхода в основное русло вот она начиловка вся без воды назад будет очень весело там погуже вот он местный хозяин где заканчивалась мелкая часть реки начилово нас встретил местный хозяин проводив медведя взглядом в лес мы поднялись немного выше прокидать плюс присутствует да вижу кижуча надо будет искать чувствую а вот она вся под нами расходится вот он уховый вариант поздравляю он догонял долго после пары кольцов никакого продолжения у нас не последовало сплавляясь не спеша пробрасывали реп свете солнца чистая вода отлично просматривалась под нами расходилась слащавая нерка облеснуто гоняла мелочь гольца которая активно кормилась икрой нерестящейся рыбы кижича в данном месте не было и чтобы не терять время мы отправились в основное русло протоки сафоновки выйдя в которое поднимались выше останавливаясь в перспективных местах ну это уж совсем они теперь ко мне пришли братья почти сразу как заякорились папа взял мелкого кижуча который позже пойдет в уху а у меня обозначилась первая из присутствующих коряк на которой как сережки уже болтались несколько чужих блесен или судя по тому как его истерит это кстати может быть он и плавится смотрю он все таки это маленький кижучка я уже зачетом зацепился дали ничьи он и причем даже он конечно уплочено были как так а чё с ним поднимай да я подтянусь сюда о тут вообще огромный я даже блесны не вижу а вон она да тут целый лес вон еще чья-то блесна вон еще блесна чья-то лежит вон видишь колокольчик на костюм брать все пап снял сама вернее с него да тут кидай пока у нас не сильно то поднимем смотри-ка все правильно он в корчах и стоит как и тогда было сколько мы с корчистой снимались там где рыба прыгала так же присутствовали коряги в больших объемах но именно в таких местах рыба и атаковала блесна прямо напротив вот дерево вижу сильно по поверхности тоже не по проводишь вот он ой красивый какой серебро давай сучок красота размочили кижуча в этом году все снял да а чё ждать маленький взял же вот он тебя твоего куста за сандалился давай за жопу что не знаю что-то как-то он хвостом махал он нет к нормально клюнул да вон пасть раскрыта все прыгался так на ка чтобы руки ну тут сидел на честном слове ты смотри-ка еще активного клёва не было и мы кидали блесны в разные стороны периодически их меняя иногда результативно есть но к сожалению крупного кижуча не было клевал среднячок и мелкий тоже мелкий какой-то гольцовый может гольцовый может гольцовый ага гольцовый нет кижуч да мелкий кижуч похоже похоже это все что здесь есть селедка вот только что со дна подняли тасманский дьявол на шнуре вместе с карабином там есть на карабине остатки шнура другого нету может может у кого-то выпало просто так отстегнулся карабин приятный бонус вот вижу кижуч не двигаемся нет пап это кунжа такая здоровая вон рядом еще мелкая прошла видел я думаю что-то Она может и прыгнула Что-то нас куда-то, да? Сейчас отойдем Сейчас завестись может? Нет, не надо Опа, отлично Только там кижуч под этим стоит кустом Он тебя догонял Да? Ну? Он у самого куста я развернулся Потому что ты дернул наверно Ну да Вот он Вот он зацеп Что-то нашел Блесну вон вижу Где? Вот еще вышел Голец, еще голец, еще голец Крупный Вот они под вот этой тенью стояли Вон еще один убежал И еще один идет Они тут под тенью Вот под этой стоят Под травой Вот кижуч Весь какой-то морда у него побита И вон она та кунжа Шорох удала Не греби пока Не греби пока О, да тут харчище Ага, вот мы как это Долго, да, за них цеплялись? Да Давай я тебе вот так проверю Давай я тебе вот так проверю Отломил 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 Особого интереса к приманкам не проявляла Вот из-под той корчевиды Возьми-то под сатижей Сань, подожди Самочка Ну Так Нормально побор Вырвалось Это еще почти не задело Так Стоп, стоп, стоп Вот так Вот он под нами кижуч опять Справа Обернись Посмотри Пять штук Вижу Он шуганулся видать оттуда Что я сейчас приземлил Вот еще идет мелкий Еще идет Они мелкие Нет, впереди мелкие Вот смотри Моя блесна рядом со всем С этими уродами Ага Вот они Вот они Да я вижу, вижу, вижу Он мелкий еще Вот что дать Вот еще выскочил какой-то Вообще не интересная блесна Оказалось Видишь? Да Давай Ближе надо Открытия Открытия Да Открытия Открытия На-ка тебе эту Да он запутался за эти ты прям в ударе жалко почти был он как-то вяло взял это плохо подсекается не на 3 крючка вот он что видишь мелкие правда но все равно так чисто для операции на микижа всю микижу в воду пусть живет и не за ней мы приезжали почему яшки не бросил не знаю да вижу за за ноздрю все сразу сразу на видео конечно все красиво рыба есть клюет почти через кадр но на самом деле этот небольшой ролик смонтирован из 8 часов материала на 2 из 3 пока сачок так тихонько сынок ну это лучше чем ничего но как вам таких размеров кижич взяли потому что сильно травмировался пойдет на уху но вообще это конечно кошмар солнце опускалось горизонту мы решили почистить рыбу и возвращаться в лагерь до темна готовить ужин и ночлег в ночевого поднялись сколько смогли дальше пешком рядом с нами по берегу бежала лисичка которая вызвалась провожать нас до лагеря явно лучше она чем медведь учитывая глубину речки от лодыжки до колена тихим сапом мы наконец добрались до лагеря разгрузив лодку пришло время готовить ужин и что может быть лучше на рыбалке чем уха из свежей рыбы и молодой картошки уху и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Пока уха варилась, а это около получаса, на улице успело стемнеть. Ну давай, за удачу в нашем мероприятии. Отличное завершение рыболовного дня. Вкусно поужинать и посидеть у костра. Бери солененький. Пора на боковую. Чуть забрежил рассвет, мы наскоро перекусили, погрузились и были на воде. Речка не обидь, блесна работай. Вернувшись на вчерашнее место, мы надеялись как минимум повторить результат. Рыба клёв. Но у Кижуча были явно другие планы. Есть? Какой-то голец. Ты правда голец. Гордину с явно залетным гольцом сменили утки, которых на реке за два дня мы видели немало. На нас две штуки идут утка. Утка идут две штуки прямо на нас. Вот они. Намахавшись спиннингами в холостую, мы решили потихоньку возвращаться в лагерь, пробрасывая перспективные места, чтобы успеть собраться и вернуться в город до темна. Встав в небольшой протоке, я зацепился, как мы думали, за корягу. В реальности же это оказалось запутанное сеть. Зацепился за что-то. Сети чужие срежем, кулакинем. Смотри, лобку. Вот это в основании, да. Нехорошие люди. Уничтожив сеть, мы решили пройти небольшой участок реки с плавом возле лагеря, где в первый день взяли пару гольцов. После мелкого гольчика за спину забагрилась нерка. Приуныв, мы стали собираться и на последнем забросе клюнул кижуч. Кижуч, нашелся один. Я смотрю, какая-то спина вроде прошла, как не красная. Ну и что ты у нас, залетный или вас там таких нескольких? Но, к нашему сожалению, это был первый и единственный кижуч за второй день. По итогу у нас вышло 13 кижучей, из которых 5 штук было мелких. Лицензии мы не закрыли, но рады, что удалось вырваться и провести время вместе на рыбалке.